О, хорошо, хорошо, хорошо. Да пока был перерывчик, вот, сбегал, машину от снега очистил. А, кстати, меня всегда мучил вопрос. Вот есть же люди, для которых уборка снега – это профессия. Как убирают снег профессионалы, м? Чем, интересно, их профессиональное убирание снега отличается от моего любительского, м? Давайте посмотрим, может быть, мы что-то не так делаем? Может быть, мы совершаем какие-то непоправимые ошибки? В одном из сюжетов «Галилео» мы уже рассказали, как моют город летом. Мы выяснили, что делают это в основном по ночам. Чтобы отмыть один километр трассы, в среднем необходимо шесть тонн воды. А в день в Москве собирают триста тонн всевозможного мусора. Настало время показать, как же работают коммунальные службы зимой. В это время года главная проблема на дорогах – гололед. Порой даже для того, чтобы въехать на небольшую горочку, требуется масса усилий. Поэтому первое, о чём должны заботиться люди, занимающиеся уборкой города – это предотвращение гололёда. Реагенты, которые распыляют по дорогам столицы – это смесь хлора с кальцием. Ну а раньше рассыпали соль. Тоже хлор, правда, с натрием. Значит ли это, что наши ботинки больше не будут покрываться белым налётом и менять форму? Проведём эксперимент. Окунём один ботинок в раствор соли, а другой – в жидкий реагент кальций-хлор. Прошло полчаса. Оказалось, для обуви всё равно, что кальций, что натрий. Главное – присутствие хлора. Это значит, что к концу зимы ваши сапожки всё равно немного побледнеют. Упрощённо технология производства твёрдого реагента выглядит следующим образом. Известняк проливается технической соляной кислотой до получения раствора. Ну а твёрдый продукт получают в результате выпаривания. Примерно так. Потом реагент попадает на улицу и всё тает. Получается, если рассыпать реагент по всей России, посреди зимы наступит весна? Не совсем так. Смотрите, температура в банке 0 градусов. Добавим реагент. Снег начал таять, а температура понижается. Всё потому, что, растопив снег, реагент отдал тепло своей реакции. Твёрдые реагенты хранят в таких складах. Дерево не вступает в химические реакции и впитывает лишнюю влагу. Каждая из этих машин может разбросать реагент на 16 метров в ширину. А это практически целое московское шоссе. Как далеко полетит хлористый кальций, сколько его окажется на каждом квадратном сантиметре, эти параметры заранее заданы в бортовом компьютере. Ну что же, теперь непосредственно про уборку снега. Команда на старт коммунальщикам может поступить в любой момент. Если синоптики прогнозируют снегопад, значит полная боевая готовность. Работа по уборке московской кольцевой происходит только поздней ночью. И сейчас вы поймете, почему. В данный момент властелинами московского кольца являются эти два десятка машин. Самой первой в колонне идет более легкая и маневренная уборочная техника, главная задача которой – собрать и отодвинуть снежную массу подальше от разделительного отбойника. Машины чередуют друг друга по принципу «Сначала снег разрыхляется, а потом сдвигается отвалами». Но основной атакующий удар лежит на плечах этой группы охотников за снегом. Такая техника более производительна и эффективна. Машины идут по диагонали, постепенно сдвигая весь снег к правому краю. У каждой впереди находится снеговой отвал шириной более пяти метров. Снизу установлена четырехметровая щетка, которая вращается со скоростью в тысячу оборотов в минуту, сметая снежную массу. Работу завершает воздушная турбина, поднимающая снег и направляющая его к краю дороги. Колонну замыкают автомобили, которые разбрасывают реагент. Первыми по-чистому едут, конечно же, сотрудники ДПС. Только их присутствие охлаждает желание объехать по краю эту уборочную колонну. Однако избавляются от снежной массы, отодвинутой к правому краю, лишь утром. Собрать этот неликвид тоже можно несколькими способами. Это так называемые роторные снегопогрузчики. Они могут отбросить снег на двадцать-тридцать метров в сторону. Снег сгребается винтами ротора, установленного в передней части машины. Ну а второй, более древний вариант, в народе зовется «золотые ручки». Принцип действия очень прост. Скребковые лопаты с захватами подают снег на транспортер. С транспортера масса попадает в кузов самосвала, следующего за погрузчиком. Но вот куда деваются все эти тонны снега? Мы расскажем в следующих программах «Галилео». А я знаю, как можно дешево в Москве убрать весь снег. Дождаться весны. Продолжение следует... Продолжение следует...